я прощаюсь привет всем прощаюсь не с любимой девушкой слава богу да вот хотя наверное не менее для меня грустное событие я прощаюсь со своей любимой партии справедливая россия которую я отдал 13 лет жизни огромный жизненный период который начинался с волгограда когда я был руководителем аппарата партии волгограда и буквально за два года построил лучшую партийную организацию в стране а вот мы тогда с олег леонидович михеевым пахали это были его деньги моя работа вот мы за год буквально избрали 200 депутатов и глав районов всех уровней 7 руководителей районов и городов фракция почти в каждом районе волгограда фракция в законодательном собрании фракция в городской думе прекрасное было время научился побеждать единую россию в это время был замечен партии и начал летать по выборам по всей нашей территории страны и это были прекрасные лучшие результаты на выборах в екатеринбурге в новосибирске в курске вообще заработал имидж спецназа миронова что там где была труднейшая ситуация с партии прилетала команда похолкова и ставила все сверх на уши да единороссы даже меня тогда назвали блин самая агрессивная и подлая компания у справедливой россии то есть похолков это ужас летячий на крыльях ночь хотя на самом деле ужаса никакого не было то есть потому что в чем ужас мы всегда были оппозиции если мы сделали хоть какое-то противоправное действие то сразу бы на рассидели в тюрьме и никаких выборов бы не совершили а попытки то и желание было прикрыть закрыть было достаточно а ужас был в том что я всегда не боялся публиковать правду всегда вскрывал самые трудные проблемы региона и на этом принципе наша партия выиграла то есть мы имели мощные логистические способности знания и так далее и вот было много много реальных побед я даже хотел написать книгу расщепление ядра как правильно побеждать единую россию а вот и тут пришли выборы 2011 года я фактически уже их вел в половине регионов для нашей партии страны открывается воронеж то есть там у нас уходит бабаков ссориться с мироновым понятно что целый провальный регион и приходят от руководства партия либо лишь хотите вы вот есть такой сверх сложный регион вообще на самом деле не больно то кто верил что от воронежа можно пройти ну вот а я понимал как я не пройду там всего нужно семь процентов для прохода от воронежа набрать ну уж семь процентов то я точно наберу не было выборов где мы в то время уже не брали меньше 20 лети в екатеринбурге мы взяли чистую победу над единой россии то есть опыт был колоссален не зря хотел книгу расщепление ядра написать а вот и вошел в воронеж на вороном коне вошел за все свои все что у меня тогда было а вот вложил в эти выборы все что заработал так сказать на других выборах вложил в эти выборы драка была славная не рассчитал немножко господин гордеев оказался очень крепким противником я еще не ожидал что воронеж правда кажется очень крепким орешком потому что другие регионы такие допустим как волок да мы кололи на раз-два там единая россия плыла и сдавалась запросто да но эти ребята оказались прочные битва была такая что в день выборов на арестовали 700 моих наблюдателей просто выкинули где-то закрыли в милицию арестовывали прямо автобусами загоняли на избирательные участки загоняли в милицейские участки люди там в туалет не могли по суткам сходить но несмотря на этого 15 процентов я взял я получил мандат я считал это большим проигрышем потому что я хотел все 25 как минимум да то есть гордеев его команда единороссов считала что они проиграли да потому что для них это было вообще они клялись что я не пройду на этих выборах я вообще не понимал как они собираются это сделать но так как началось вход в воронежской области у меня так с территории сильного противостояния началась такая длительная затяжная война и миронов меня назначил руководителем воронежской партийной организации ситуация была крайне сложная потому что как один мой товарищ сказал про господина гордеева гордеев настолько крепкий что у него гвоздь в стену не вобьешь все занято и поэтому сформировать мощную партийную организацию конечно было очень трудно я ребят лелеял вот по кускам предательства один придал второй придал десятый прибыл но потихонечку за четыре года я сумел все-таки создать команду которая но выглядел уже одним из лучших партийных отделений кстати миронов прилетел и был очень удивлен партийной организации в воронеже насколько она была сильная мощная и так далее но не все предатели всегда можно найти того человека который несмотря на бизнес несмотря на трудности не поступится и не бросит тебя кстати принципы построения партийной организации строил так что ребят я вам ничего не могу предложить кроме того что я вас не кину и всегда буду за вас до последнего патрона от вас прошу того же самого да возможно мы что-то потеряем но на длинную мы все равно выиграем потому что мы вместе меня вот тогда наша партия поставила условия что в следующую государственную думу пойдет тот кто выиграет выборы законодательного собрания городской думы администрация гордеева поклялась что не тяните выбор мы не выиграем я понимал что в этот раз будет все гораздо сложнее что я встречусь с бетонной стеной и это действительно была битва битва была насмерть блин то есть в результате который получился наверное один из лучших моих фильмах о выборах как фальсифицировались выборы в воронеже но несмотря на все это фракция и в законодательное собрание прошло и в городскую думу да и самыми лучшими результатами но одними из лучших по стране то есть для нашей партии я имею ввиду поставленную задачу я выполнил кстати мы тогда с татариновым с руководителем аппарата то есть он мне поклялся что я не пройду я виду татаринов как ты думаешь там почему-то я не пройду он не проспорил ящик коньяка кстати к чести его отдал мне ящик хеннесси вот выбор мы все-таки в воронеже выиграли хотя угрю победа там потери были колоссальные и людские и моральные просто мы были измотаны вот ну и тут команда губернатора пошла уже другой дорогой она поняла что вышибать меня надо любыми методами в это время в воронежской области очень сильно развился мой информационный проект блокнот и сделал тысячи хороших дел да и сегодня главный лозунг блокнота он кстати выработался именно в воронеже мы делаем мир лучше то есть вот сегодня главный лозунг блокнота мы долго искали кто же мы и почему мы мы делаем мир лучше а вот когда все чиновники в администрации города в администрации области ультра свое начинают блокнота когда они готовятся на планерке хоть губернатору хоть майору хоть какому-нибудь министру уже с вами как мы сразу же приходим с отчетом с отчетом приходим да о том что вот блокнот написал вот что мы сделали или отреагировали так далее и сегодня кстати в воронеже строится очень хорошее гражданское общество что жители знают что нужно написать блокнот блокнот отреагируют а чиновники сделают но на самом деле за это кстати стоит уважать команду гордеева и вообще кстати гордееву отношусь очень хорошо то есть он реально крепкий парень вот серьезно то есть он реально крепкий парень а вот и конечно администрация области сделала все по моему пониманию глубокому убеждению может быть я и не прав они сумели коррумпировать аппарат и аппарат сделал все для того чтобы миронов меня вышиб из воронежской области то есть формировали мнение а я думаю что такое прихожу к сергей михалычу а он все куксится на меня и куксится что-то то не так это не так у меня лучшее отделение мы делаем то мы делаем то но я же на аппаратных планировках не присутствовал huge я кажется каждый раз докладывали что вот в воронежской области то плохо вот в воронежской области это плохо не знаю как было плохо выборы все побеждаем а так плохо то плохо д��고 до сих пор сегодня воронежской области рейтинг справедливая россия один из самых высоких и вот вызывает меня ксения приронов я понимал что рано или поздно это произойдет я вроде занимал ведущую роль в партии я выигрывать все выборы на которые меня посылали при том в тяжелейших ситуациях. И Сергей Михайлович, я понимаю, я уже знал, что меня хотят отстранить от руководства Воронежского отделения, что администрация области сумела продавить этот вопрос. Как сказал один из моих друзей, говорит, если тебе чего-то непонятно, ищите деньги, кто и что за что это заплатил. Потому что это было совершенно нелогично одного из ведущих лидеров местных отделений, то есть региональных отделений, отправлять в отставку. И Сергей Михайлович тоже понимал, что он не может отправлять меня в отставку, потому что это будет крайне негативно принято другими лидерами партии. Поэтому меня отправили на сложный участок, как всегда. Но уже не на временно, а как бы на постоянно. Ты знаешь, что в Мордовии есть огромные проблемы у нашей партии похолков, и мы считаем, что ты должен возглавить в Мордовии мордовское местное отделение. Ни в коем случае, ребят, не обижайтесь в Мордовии. Поэтому мы уже решение подписано, снимаем тебя с Воронежского местного отделения и ждем тебя в Мордовии. Для меня было понятно, что меня просто послали на. И я четко, как человек команды, понимаю, что я пришел в команду Миронова, а не в команду Пахалкова. И если Миронов сегодня и те, кто рядом с ним так решили, то можно жаловаться, бежать в СМИ или куда угодно. Это совершенно бесполезно. Это их партия, а не моя. Я всего лишь член их команды. Если моя команда решила меня, так сказать, красиво слить через Мордовию, ни в какую Мордовию я не поехал, меня и Воронеж сильно измотал, потому что пять лет были тяжелейшей жизни, потому что я всегда жил в Волгодонске. И этот вот треугольник Волгодонск-Воронеж-Москва, то есть у меня такое ощущение, что тысячи километров задницей в автомобиле, они просто тут перед глазами. Потому что строить партийную организацию было крайне сложно. И приходилось вот эти сотни километров, ежедневно тысячи километров наматывать на автомобили. И поэтому с Москвы до Воронежа на машине, с Воронежа по местным отделениям, по местным отделениям. Потом домой в Волгодонск, в семье, потом обратно Москва на самолете. И потом вот это вот фактически было каждую неделю. В результате я отказался от Мордовии. В Мордовию, кстати, звонила и говорила, Олег, слава богу, ты приедешь, мы губернатору нашему покажем. Я говорю, никому ничего показывать не собираюсь. Я не клоун пять лет строить одну организацию, а потом пытаться с нуля начинать так же, чтобы вот так же мне позвонили. Все, что я понимал, это попросил выдвинуть меня от моего родного города, от Волгодонска в депутаты одномандатники. Я знал, что я не выиграю, знал изначально. Я опытный политтехнолог, поэтому предсказать итоги выборов могу с первой минуты. Причина самая простая. В сельских районах Юга России у нас голосуют, так сказать, как в Чеченской Федерации, 99 на 9, или как скажет наш руководитель. Поэтому 98% явки, 98% за Единую Россию для Ростовской области, это нормальный результат. Если где-то можно удержать результаты выборов, то только в городах. Но беда моего города, в котором, так сказать, я вырос, который я люблю, в котором я живу, он маленький. Это всего лишь треть избирательного округа. 160 тысяч населения. Еще 300 тысяч с хвостиком населения живут в сельской местности. Для которых я тоже любимый, знакомый, я самый узнаваемый на территории своего округа, потому что у меня есть газета хозяйства, самая читаемая, самая подписываемая в этом регионе. В некоторых селах, в каждом, в хуторах, из станицах, в каждом втором доме. Часто я говорю селах, потому что сам из Вологды, то есть уроженец, да. Никак к казакам перейти не могу, хотя, наверное, уже казак больше, чем все они остальные. Так вот, и было понятно, что выберут меня, и было понятно, что меня кинут в день выборов. Это тоже было совершенно... Уходить без боя было глупо. Поэтому я дал эту драку. В любимом городе, столице атомной энергетики, я выборы выиграл с тройным отрывом. Сделали все, что могли, чтобы хоть как-то попытаться меня сдвинуть в городе, и ничего не получилось. Я выиграл у Динароса в городе с тройным отрывом. И считаю, что это главное доказательство. И спасибо моему любимому Волгодонску, что он любит меня, знает. У тебя парень всегда был спорный. Делал конкурсы красоты, молодежные организации, что бы мне только ни говорили. Я обожаю свой город за то, что он любит меня. И искренне за это признателен. Спасибо большое. Я, кстати, обожаю и село, которое есть вокруг меня. Я прекрасно знаю, что не эти сельчане проголосовали против меня. В каждом селе меня знают, в каждом дворе. Я знаю, что там просто нарисовали выборы так, как должны были нарисовать. В результате я проиграл. И вот там 4 года забвения, занимаюсь строительством своего любимого блокнота. На самом деле неплохо отдохнул. Хорошо отдыхал. Ездил за границу на неделю, на две там и так далее. Ну вот подходим к новой государственной думе. Блокнот окреп, мы окрепли. Команда моя окрепла. Мы стали значительно сильнее. Мы сегодня ходим, я вполне уверен, в десятку ведущих СМИ нашей страны. И мы будем первыми СМИ нашей страны. Мы обязательно будем. Мы это сделаем. И так далее. И я начал опять потихоньку писать письма Миронова. Говорит, ну я все понимаю. Я парень понятливый. Я понимаю, что в политике продают, когда продают. А, кстати, вот такой интересный момент. Хотел рассказать о том, что как я здесь избирался. Вот такая обида. Очень мощная. Наступил такой момент, когда по Волгодонскому округу они поняли, что я выиграю. Я выиграю единороссы. И деваться им некуда. И по сельским районам они сняли у меня наблюдателей. Просто моя партия сняла моих наблюдателей в день выборов. За два дня до выборов. Я был шокирован. Я звонил Миронову. Возмущался. Миронов трубки не взял. Руководитель аппарата Татаринов. Говорит, а что я? А что я? Михаил Емельянов, есть у нас такой лидер Справедливой России в Ростовской области. Он был согласован, что его, так сказать, а он уже такой тело-тело, которое заносят каждый раз в Государственную Думу с узнаваемостью ноль, с рейтингом ноль. Ну и так далее. И он был согласован. Как нужный человек партии от одного из районов Ростовской области, что он станет депутатом Госдумы. Либо он снимает наблюдателей у Пахалкова, либо он не избирается депутатом Государственной Думы. Административный ресурс не работает. Емельянов, как честный человек, конечно, сразу снял наблюдателей с моих выборов. Я говорю, вообще понимаете, мы партия или не партия снимают наблюдателей Справедливой России. На что Емельянов сказал, Пахалков хочет фальсифицировать выборы. Как я мог фальсифицировать свои собственные выборы? Вот это самая глупость этой ситуации. И я вот об этом говорил. Вы понимаете, что я буду защищать Справедливую Россию, потому что я кандидат от города Волгодонска, от Волгодонского одномандатного округа. Но факт остался фактом. То есть моих наблюдателей сняли, я остался без наблюдателей в сельских районах. И выборы как раз там я и проиграл. Я потом думал, ну как так Емельянов обыграл? Почему он сумел это добиться? Миронов, наверное, все-таки не понимал, что я стою за партией. Сейчас, наверное, или уже совсем подрослел, в этом году 50 будет. Я понял, нет, все Миронов прекрасно понимал. Поставили жесткие условия. Или Емельянов, или Пахалков. То есть двоих от Ростовской области не будет. И просто Миронов выбрал Емельянова. О партии речи вообще не стоялось. Сколько партия наберет? Много? Мало? Нет. Справедливо это, несправедливо. Просто справедливо было выбирать. Ну, если сейчас Пахалков выиграет по этому округу, значит, Емельянов не выиграет по тому. Поэтому, я думаю, Михаил Васильевич просто упал в ноги Миронову. Я сказал, ну, вы же не хотите меня сливать. Я же ваш товарищ, верный соратник. Поэтому давайте Пахалкова сольем, так сказать. А я останусь. И просто был банально, цинично сделан выбор в пользу одного, а не в пользу другого. Ну, вот как бы так. Вот 4 года прошло. Я оставался с партийным мандатом. А то я партийцем. И я смотрю, что партия никак не хочет меня вставлять ни в какую игру. Хотя вроде и силы, и мощности есть. Я понимаю, почему. Ну, стыдно, неудобно. Трудно общаться с тем, кого как бы кинули, швырнули. Кто силен и может наказать, и отомстить. Вот. Поэтому партия делала вид во всем, что меня нет. Ну, вот просто нет и все. И для них самая большая радость, наверное, что если я, наверное, тихо уйду из политики, и, наверное, больше в нее не приду. Ну, такой радость я своей партии, к сожалению, предоставить не могу. Ну, вот реально не могу. Вы знаете, в нашей партии есть очень много хороших ребят. Кстати, моих друзей. У нас еще классная партия была. Партия сильных регионов. Сильных руководителей региональных. К сожалению, отношения в партии иногда вот были поставлены неправильные. Я это, знаете, как называл? Такой бассейн с дерьмом, куда мы все, так сказать, с товарищами ныряем. И плаваем на перегонки совсем без правил. Можно топить, кусать, убивать, там, что хотите делать, да, выныривать. А вот отмываться потом от этого дерьма и идти, так сказать, опять вместе общаться. Мне это никогда не нравилось. Мне вообще не нравилось, зачем в партии создали такую внутреннюю атмосферу. Моя супруга говорила, что почему-то все это мне такое убитый перед днем выхода работы в Государственную Думу. Ну, реально, я всегда был каким-то вот убитым, потому что, вы знаете, я умею плавать в бассейне с дерьмом, но мне это не нравится. Мне не нравится топить своих товарищей, мне нравится подставлять, мне не нравится играть, притом с теми, кого ты реально уважаешь. Я не буду говорить, кто остался друзьями или тех, кого я уважаю в партии сегодня, дабы, чтобы не навлекать на них какую-то беду. Но там, правда, еще осталось много хороших ребят. Но я вас оставляю и могу сказать, что я не собираюсь уходить из политики. В какой форме я вынырну, наверное, мы узнаем в ближайшее время. Но, наверное, все-таки я думаю, что я создан для политики и должен послужить нашей родине. Всем привет!